ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Сахар в пределах нормы. Конец связи. Настоящий профессионал. Каково ему там? На выдержки не теряется. Скажешь ему, чтобы сегодня же, сразу же, ко мне в кабинет. Я ему часы именные вручу. И рассылую. Лично. Ну да, я его, пожалуй, целовать не буду. Зачем? Я просто ему часы вручу и все. И не сразу. Завтра пусть заходит. Товарищ проковник, дырнов сюда идет. Коленька, в управление, быстро. Бойцы невидимого тыла. Разрешите, товарищ проковник? Ну что, майор? Удалось разведать, что за объекты строят американцы в пунктах А и Б? Удалось, товарищ полковник. Вы сейчас упадете. Устаю. Оказалось, что в пунктах А и Б, в которых нашими спутниками замечены интенсивные движения военных грузовиков, строятся отнюдь не пусковые шахты для ракет с бункерами и подземными ангарами. А что? Что? Дачи. Дачи для наших коллег, полковника Джексона и майора Брауна. Представляете, дачи. Ничего удивительного, майор. Я так и думал. Организуем утечку информации в печати. Они у нас попляшут и такой скандал устроим. Да, майор. Не быть тебе полковником. Не быть. Нет у тебя стратегического мышления. Но нет, у тебя нет. Значит так. Эти фотографии убрать, спрятать и никому не показывать. Это почему? Это по качану. Ты вообще знаешь, что такое стратегия взаимного устрашения? Ну, должны же мы на всякий случай иметь симметричный ответ. Кстати, Миша, как там у тебя, что там? Второй этаж закончили они? Не спрашивайте. Знаете, я вообще не знаю, что с ними делать, товарищ полковник. Вник.